так я думаю что пора все таки все это уже сливать в один слой то что становится работать немного неудобно машина 5 глючит так а кстати хороший цвет надо его сохранить вот отлично так это спрятать это спрятать можно даже удалить и значит скетч я пока продублирую и спрячу один слой за скетчем я все-таки остался а теперь что я делаю я просто беру и все это сливаю в один слой ну вот как видите лезвие стало немного светлее ничего страшного это легко исправить сейчас меня больше волнует немного другой момент также надо от вот этих вот надписи избавиться они уже в принципе не нужны вид они как-то портят особенно неаккуратно почерк корявый что же поделать так и теперь наконец можно выровнять набалдашник наконечник не знаю почему мне так нравится называть его набалдашником вот как то вот так это должно выглядеть уже намного ровнее так и еще меня напрягает вот этот тот момент но с этим принципе вообще все просто а я пока вы продублирую на всякий случай не сделаю вот так хотя даже немного по-другому сделаю значит сейчас я вот эту вот часть я пока полностью замажу вот не спрашивайте зачем так и вот теперь уже можно ее продублировать отразить по горизонтали по вертикали вот и вставить так все равно немного не туда вот уже лучше так все это пока уже надо удалять стирать чтобы не мешалось в принципе так как я делаю даже не иллюстрацию а просто концепту такие мелочи они как бы вовсе не обязательно но так как хочется все таки сделать более симпатичный результат в итоге получить чтобы было что показать на том же ютубе чтобы значок был симпатичной то все таки приходится как того так изощряться а вот и значит что мы делаем нас эфес а без гарды он у нас будет пока отдельным вот то есть я просто вырежу и сохранена отдельный слой а попозже поясню зачем я и сделал такую наркоманию вот но на самом деле мне вот так просто удобнее сейчас будет редактировать подрисовывать на всякие штуки так чё-то затемнил слишком так отлично здесь прорисовывать ничего не буду так как здесь есть здесь у нас будет вот этот великий камень но сделаю здесь тоже плит все-таки следующий раз возьмем разрешение побольше а то что-то прям как-то это напряжно такие блики добавляю шикосики надо будет попозже что-то делать этот кусок дерева вот но это на попозже оставлю как это все-таки самое простое окажется здесь немного сбился цвет на эфесе он по-моему был немного другим возможно когда сливал слои он изменился а я чет тоже и не заметил особо вот в принципе таких вот блестящих металлах избегать темных таких ненасыщенных цветов вот потому что это будет смотреться но вообще ни о чем поэтому даже тени даже несмотря на то что в тенях свет делается более таким вот ненасыщенным вот я на такие металлы делают тени всегда больше такому насыщенному цвету меток как-то больше нравится если честно я даже не знаю правильно это или нет но на мой взгляд так смотри за гораздо лучше пора бы уже сохранится так все эфес оставляю на отдельном слое и сама лезвие теперь просто подгоняю так чтобы она была посередине кажется так так теперь новый слой в принципе я сделаю над слоем с лезвия а нет не сделаю вот и теперь собственно немного прорисуем камушек видно как тут пиксели разбываются разрешение изображения размер холста он в принципе достаточно большой и разрешение 300 пикселей найдем так что по идее все должно быть нормально но все-таки следующий раз лучше взять побольше а еще и просто рисую мягкой кистью вот уже поменьше вот так кажется намного лучше если добавить еще один такой небольшой камень она угадал так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вообще огонь Так, самим камнем можно заняться позже Так что-то как-то не кругло смотрится Ну уж в крайнем случае можно просто написать, что здесь должен быть круг Вот, но не самый лучший вариант, конечно Так, что у нас еще здесь осталось Попробуем вот так вот сделать рельеф В принципе, можно так вот реализовать Либо лучше разделить, чтобы потом было легче это моделировать Пока чуть даже не знаю Вот, пока сделал вот такое разделение Субтитры сделал DimaTorzok Вот здесь тоже можно такой красненький сделать цвет И вот здесь Субтитры сделал DimaTorzok Так, что-то камушек все равно немного посередине получился Я что-то только сейчас обратил внимание Ай, да и хрен с ним В принципе Потом, когда буду доделывать уже Пусту обработку Уже просто здесь передвину Вообще следующий объект Это скорее всего будет топор А я буду делать сначала В Autodesk Sketchbook Вот, там есть симметрия Прям в RealTimer Вот, и намного удобнее будут такие вот вещи проделывать И вообще, кстати, программа в некоторых моментах гораздо лучше того же Photoshop Вот, но как-то больше уже приют к Photoshop Поэтому многие вещи уже как бы и здесь делаются нормально В принципе, сейчас можно уже слить слои Потом сочи их заново можно будет разделить Это не так долго, не так сложно Немножко не толстер Вообще, мяч получается слишком, мне кажется, таким утонченным Больше похожим на шпагу Разве что у него клинок слишком широкий для шпаги Хотя, что-то я сделал слишком тонким Гарду Сейчас мы это будем исправлять Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так Немного неинтересно получается с этой гардой Нужно ее либо как-то доработать, либо вообще переделать Сейчас интерес ради немного поэкспериментирую Так, в принципе, без таких вот длинных штук Он смотрит с помощью даже поприкольнее Более такой глазиаторский вариант римский Так, можно попробовать еще сделать прямые Мне кажется, с прямыми он как-то поинтереснее, что ли смотрится На удивление Скажи, более такой рыцарский вариант Даже не знаю, какой из этих вариантов лучше был Давайте все-таки доделаю вот этот Но нужно будет что-нибудь еще с ним все равно придумать Потому что выглядит он как-то незаконченный Так, как-то слишком много бликов Попробую разнообразить различными такими элементами простыми А вот что просто такая вот длинная Извилистая балка, она как-то меня вдохновляет Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну уже поинтереснее Субтитры создавал DimaTorzok 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 В принципе с такого расстояния все смотрится нормально Поэтому пока даже не знаю Просто реально работать не очень удобно Субтитры создавал DimaTorzok Так Субтитры создавал DimaTorzok Cак, ну уже в принципе лучше На мой взгляд вот потому что не знаю может уже мой взгляд слишком устал для этого по крайней мере смотрится хотя бы уже поинтереснее а так и давайте все-таки переставим вот так более-менее посередине превращаясь в какой-то пиксель арт в принципе получился с немного другой и пес учитывая расположение ко мне по-моему так даже лучше так теперь я продублирую вот эту часть сразу ластиком подотру лишнее я никогда к этому не привыкну хотя даже сначала я лучше вот это все сотру вот так отлично ну и наконец у нас осталось лезвие я думал мне показалось но нет темные такие пятна еще остались вот так вот но мне если честно уже начинает нравится этот меч хотя еще реально вот эту часть ее надо будет работать как бы она не закончена поэтому она смотрится ну мягко говоря не очень вот но ничего страшного как бы мы еще к ней вернемся пока что закончена можно считать только вот этот вот короче вот эту часть так лезвие а не вернемся к палитре и нам сейчас нужен какой-нибудь светлый цвет насколько я помню нас вообще сам этот клинок он был темнее но за счет того что мы переключились слой режим наложения вот то мы могли бы точнее то мы его осветлили я в принципе не буду затемнять я сразу поверх просто сделаю его посветлее вот значит тоже маску чтобы не выходить за пределы вот эта кнопочка вот она все отлично все отлично а теперь а теперь режим наложения линейный осветлитель и вот эту вот половину и вот эту вот половину я вот так осветляю отлично отлично а теперь делаем вот так вот здесь можно взять еще немного более светлый цвет и прорисовать эту часть можно даже здесь сделать что-то вроде таких вот клыков только сейчас пришла в голову эта мысль так более темный цвет у нас в принципе из палитры отлично вот то есть как видите уже немного меняется в конце концов концепта уже сам концепт немного меняется но он вроде бы становится только лучше надо еще светлее и Субтитры создавал DimaTorzok 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 здесь немножко усилия тоже так теперь что касается режущей кромки то есть это вот эта часть ее вообще нужно делать самый светлый сейчас у меня в принципе белый цвет есть ну почти белый вот и можно прям и в принципе и делать и вот здесь в принципе тоже можно почти белым цветом вот эту грань сделать вот но не обязательно главное чтобы был виден сам переход вот белым цветом здесь немного другое подрисуем и с этой стороны тоже но уже более темным цветом сейчас я сделаю в принципе его с цветом точнее цветом таким же почти а потом просто уже затемню всю эту сторону а когда смотрится слишком темным можно в принципе осветлить я для этого просто берут цвет отсюда и вот так вот легким не вот таким вот жирным штрихом а таким легким вот нажатием как бы просто провожу вот так получше будет пластиками здесь а сотрудник немножко чтобы была тень вот в принципе ластиком тут немного стер и получилось нормально ну-ка че у нас там уже получается вот в принципе лезвия практически готова разве что фон теперь просто сделаю потемнее чтобы лезвия на нем не солью сегодня слой он же сечки видны небольшие а теперь в принципе осталось не так нож не так немножко не так много по сути постобработка дублирую слой предыдущий прячу причем прячу их в папку на теперь фон старый можно тоже удалить новый слой и так же делаю маску так здесь теперь нужна мягкая кисть и пожалуй возьмем сначала прикрытия цвет потемнее перекрытия сейчас не подойдет все умножение лучше вот такую градиентную заливку делают теперь видно как бы такие переливы вот благодаря как раз таким вот переливом а меч и будет смотреться железным стальным в общем металлическим так и теперь то же самое только через линейный осветлитель либо перекрытия но уже беру белый цвет также по маске и в некоторых местах тоже как бы его так осветляю вот так что у нас здесь получилось благодаря этим трем слоям вот такие вот переливы приятно а теперь детальки такие маленькие тоже маленькая кисточка два пикселя в данном случае вот я проделаю детальки постараюсь порисовать и слушать темно-синий цвет взять а сильно выделяющийся не надо здесь штрихи тоже делать хотя здесь он сейчас вообще не в тему так что пока без него не а не а а а а Прямо вот такие жесткие блики добавить, либо через прямолинейное лассо, что еще лучше. Немного не там. Нажимайся ты. Ясно. Так. Попробуй. Я неcast. Я вообще планировал это за час записать. вот но как-то не получилось получилось на три по-моему часа я постарался объяснить все очень подробно и понятно так что сейчас еще буквально пару деталек и хватит с ним возиться вот кстати насчет вот такой маски чтобы на каждый слой такую одинаковую маску не делать можно сделать одну маску на всю группу и тогда принципе все эти маски будут просто не нужны давайте сейчас продемонстрирую вот то есть как видите маска работает все выключу и вот что без маски у вас остается принципе можно слить сейчас в один слой если этот исходник никому больше не нужен хотя я не знаю зачем он может быть нужен если честно вот ну есть вроде так показывать особо нечего так палитра пусть пока остается а ну и отчета забыл с остальными частями доработанными так сделаем какую-нибудь простую огранку опять же есть как видите здесь сплошная общая симметрия так чё тут такое попроще просто мне даже не хватит сейчас пикселей чтобы вот это все детализировать я просто попытаюсь на пиксели конечно очень сильно не хватает поэтому получится наверно что-то очень нехорошее вот и теперь я просто сейчас наложу этот темный цвет как мягкий свет на шагах и более красным таким светлым уже можно здесь слегка подрисовать вот эти сегменты так как вся суть огранки в принципе в чем что свет проходит через вот эти грани и в этих гранях он собственно переливается можно еще какой-нибудь цвет также заодно подкорректирую все остальное что попадется на глаза так но с огранкой вроде все с этим намного прикольнее стал смотреться теперь вот эта вот часть золотая она выглядит более такой рыжеватый насыщенный чем верхняя часть это скорее всего потому что здесь много такого красного и рыжего цвета поэтому сейчас здесь тоже его добавим в более-менее темные участки и тогда должна смотреться практически так же Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну уже лучше Кстати, можно попробовать продублировать этот камень Наверх Вот сюда Его вообще на всю часть Да, кстати, довольно неплохой вариант Так что сейчас я этим тоже займусь И пока что надо закончить с деревом В принципе, сейчас я уже не буду мелочить его Вот эти маленькие жилки прорисовывать Так как они на таком разрешении не очень-то и видны Поэтому вот такой вот более толстой кистью Я уже сейчас все это прорисую ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот, в принципе, ручка получилась светлая теперь Ну и опять же, сейчас можно доработать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И взять такой вот по насыщению шоколадный цвет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Так, немного напортачил с цветами здесь Поэтому сейчас она сводится довольно-таки грязно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну вот как-то так в итоге получается Все-таки старая текстура пусть остается Никогда бы не подумала, что столько времени просижу и над рукояткой И так оно часто его ухает Пробую сейчас сделать такой переход в тень Так, ну уже получается что-то интересное По крайней мере лучше, чем получалось до этого Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну в принципе все С рукояткой можно уже остановиться Иначе опять может понести немного не в ту сторону Видео думаю на этом можно закончить, чтобы не тянуть время Как бы по той же схеме, что есть вот этим куском дерева будет нарисован вот этот кусок И также будет отсюда вставлен камень вот сюда Так что с этим мечом можно считать работу законченной Хотя только сейчас увидел, что здесь кромка теряется Сейчас это поправлю Вот, теперь все нормально Вот и в принципе на этом реально можно уже закончить Прежде чем я начну всю эту мутотень по поводу ставьте лайки и подписывайтесь Я хочу, чтобы вы написали в комментариях Какие видео были бы вам действительно полезны То есть сейчас у меня есть такой списочек волшебный В котором около 20 тем разных написано Вот и в принципе я могу сейчас вести вот эту серию По рисованию подобного оружия То есть каждый вид Там топор, дупинки, там всякие копья Их подробно разобрать Нарисовать каждый из них Рассказать как там цвет подбирать и все такое Вот, либо какие-то другие темы Именно по основам, скажем так Вот, в общем Как бы пишите все, что вам хотелось бы узнать под этим видео И я обязательно это учту в следующих видео Вот, ну и на этом давайте уже прощаться до следующего видео Так что ставьте лайки Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео Вот, ну и в принципе всем удачки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!